здравствуйте всем сегодня будем с вами собирать ролейную подвеску я думаю это видео будет любопытно тем кто смотрел стрим в пятницу и знает что в пятницу дело не пошло загружаем коробки запчастями в грузовик и первым делом везем коробку с дисками к механику для ориентира коробка с дисками достаточно примечательная одна из ее сторон это точный квадрат и по размеру сама по себе она достаточно крупная берем эту коробку и заходим с ней внутрь кладем на всякий случай у стены и распаковываем если механик позвонит и сообщит что колеса готовы время уже окажется нерабочим тогда мы можем просто дотянуться и вытащить эти колеса через стену для того чтобы выбрать покрышки с которыми нас допустят на ралли нам необходимо крутануть каталог и выбрать шины европейска стоить это будет нам примерно в районе двух тысяч окей заказали возвращаемся к грузовику и едем домой ставить амортизаторы поскольку груз у меня на этот раз большой заезжаю задком в гараж чтобы разгрузить его побыстрее под этим видео есть ссылка на скачивание этого сохранения и в нем вы найдете уже поставленные ралли на амортизаторы на машину а также полный гараж запасных частей и 50 косарей наличными ну а до того как мы приступим к разбору подвески я нашел в игре один баг о котором вам сейчас расскажу на экране вы сейчас видите как абсолютно целый нетронутый после сохранения автомобиль потерял сцепление с двигателем а также почему-то потерял управляемость я решил разобраться в чем дело и заглянул под капот и что я там увидел на приводных валах полностью откручены болты до этого я действительно их разбирал однако игру я не сохранял это же касается второго подобного бага который я успел заметить дело в том что когда ты снимаешь деталь а потом заново и устанавливаешь оказывается что деталь автоматически уже прикручена где подвох не ясно в этот же момент я обнаружил что меня никаким образом не закреплены рулевые тяги прикол как решить этот баг я вам не подскажу однако если вы обнаружили какую-то неисправность посмотрите туда где вы ковырялись машины в последний раз возможно там что-то окажется не затянутым ну а теперь наконец-то переберем подвеску берем напольный домкрат поднимаем например переднюю часть машины на всякий случай можно дернуть ручник чтобы машина не покатилась ключом на 13 откручиваем колеса аккуратно их берем и отставляем в сторону ключом на 12 отсоединяем тягу от поворотного кулака а затем ключом на 9 с тыльной стороны амортизатора откручиваем 4 болта после этого берем ключ на 10 и снимаем гайки с верхнего крепления амортизатора после этого с креплениями амортизатора покончено и нужно вернуться опять вниз выкручиваем ступичный болт на 14 и снимаем рулевую тягу обратите внимание что снять шрус будет нам мешать крыло автомобиля дело в том что его коллизия перекрывает доступ к точке где можно взять шрус то же самое проделаем со второй стороной снимаем колесо болт на 14 и тормоза в сборе откручиваем рулевую тягу выкручиваем 4 болта на 9 из амортизатора 3 болта на 10 сверху и снимаем шрус на этом процесс разборки закончен ставим новый амортизатор в обратном порядке закручиваем 3 гайки на 10 4 болта на 9 и соединяем поворотный кулак с рулевой тягой этот летарь и звонит приезжай забирай свои колеса куда мы собственно и поедем после того как мы установим задние амортизатора ставим колеса и приступаем к разбору задней подвески снова откручиваем колесо и открываем багажник в нем сразу выкрутим две гайки на 12 которые крепят верхушке амортизатора затем снимаем два болта на 6 снизу амортизатора и убираем его а следом убираем и пружину все что нам остается поставить запчасти в обратной последовательности пружина амортизатор два болта на 6 1 гайка на 12 проделываем это с двух сторон ставим обратно колеса и готовы выезжать готовы выезжать но не тут то было обратили внимание как пропала подсветка на панели приборов вот и я обратил внимание и дело в том что все в принципе в машине работает она как видите завелась уже после того как электричество машине пропало однако не дворники не фары ничего не включалось после этого я решил не испытывать судьбу вернулся домой и заменил аккумулятор после чего машина продолжила движение эта проблема достаточно часто возникает в комментариях я предлагаю вместе с ним попробовать разобраться потому что вроде как эта машина тщательно собрана тщательно проверено в том числе мск-эдитором где проблема не ясно после переустановки аккумулятора все заработало должным образом работали дворники работали фары и так далее поэтому пока все это опять не развалилась едем к механику за колесами ну и как вы видите машина все-таки доехала до механика заходим к нему забираем наши колеса и сгружаем их в наш багажник и салон резина успешно установлена ввезем ее домой обратно разгружаем снова поднимаем на домкрат и меняем четыре колеса на этот раз здесь ничего сложного и на этом все спасибо всем тем кто смотрел стрим спасибо всем тем кто смотрел этот ролик я надеюсь он был полезен поэтому ставьте лайки и подписывайтесь обязательно на этот канал следующих роликах продолжим апгрейдить машину до свидания